Музей 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 Она не понаслышке знает о буднях фронтовой воздушной эскадрильи, потому что два года служила мотористом в 683-м штурмовом авиаполку, сообщает корреспондент газеты «Экспресс-К». На фронт 19-летняя Лена ушла добровольцем и была направлена в Оршинское летно-техническое училище. Через полгода учебы 14 выпускниц оказались в Клину, откуда через Ржев и Нелидов их привезли на военный аэродром. В конце 1943 года, во время бомбардировки аэродрома, Макарова получила осколочное ранение в шею. Ее демобилизовали. Она вернулась в родной Петропавловск, где была поражена страшному голоду. Елена Степановна считает, что именно благодаря взаимопомощи и готовности отдать жизнь за ближнего своего, наш народ и выстоял в той страшной войне. В Национальном музее в рамках проекта «Мировая культура и современное искусство» проходит выставка «Во времени и в пространстве» казахстанского скульптора и архитектора Сакена Нарынова. О 16 произведениях, которые являются не только эстетическими объектами, но и сложными техническими изобретениями, корреспондент издания «Новое поколение» поговорил с руководителем отдела современного искусства Розой Абеновой. Нарынов всегда внимательно наблюдал за внешними изменениями мира. Для него важен постоянный поиск причинно-следственных связей, которые лежат в основе всего сущего. Скульптуры выполнены из металлической сетки. Будучи прочным материалом, она четко обозначает границы объекта, сохраняя при этом его прозрачность и давая возможность постичь внутреннее устройство сложных визуальных форм. Обращаясь к новейшим достижениям современной науки, автор соединяет различные области знаний, математику и астрофизику, космологию и топологию, направленные на изучение символических представляемых пространств.